Замечательно смотрится с высоты Брест. Брест-восток и под низом дорога в Минск. Хорошая широкая дорога. Там на горизонте, далеко-далеко, видна наша областная больница и рядом большой пруд. Район там дальше называется Вычелки, частный сектор. И еще дальше слева, далеко, если видно, за лесом Тельми. Дальше все уходят за горизонт. Здесь очень красивый район на востоке. Слева-справа это ворота в Брест. Соответственно здесь построили красивые дома. Они уже нетипичные. хрущевки, панельки. А здесь уже довольно хороший дизайн. И неплохая, говорят, инфраструктура сделана. Рядышком даже магазины. Вот вид сразу зеленые все видно здорово. Здесь же во внутренних дворах очень хорошая инфраструктура. Если удастся посмотреть, увидеть все это, там будет замечено. Везде дорожки, есть парковочки. И как отсюда тоже видно, везде тротуары. Но еще пока мало зеленых насаждений. Для этого нужно десятки и десятки лет, чтобы выросли большие деревья. Здесь видите, плотная застройка довольно. Но зато оригинальная архитектура. И сразу же за домами, смотрите, какой лес. То есть люди здесь сохранили лес. А это хорошо. Это легкие города. Сразу же практически в десятки метров от дома. Начинается хороший-хороший лес. Пожалуйста, прогуляйтесь, подышите. Даже есть грибочки, можно пособирать. Или просто подышать чистым воздухом. Вот такое состояние городов. Мне нравится, когда рядышком лес, а потом, например, район какой-то. Вот с левой стороны, там чуть поменьше, конечно, но все равно. Виды довольно достойные, хорошие. Сейчас осень. Октябрь, хорошая погода, видите. Полыхают леса багровым цветом листьев. Тут еще вот новенькую свечку поставили. Еще ее пока не разукрасили. Но я думаю, незадолго, когда там стоял самолет. Знаменитый Ил-18. Жаль, что его убрали. Это было тоже красивое. Вот эти панельки. Рядами стоят уже обросли лесом, деревьями. И они довольно уже старые. Это наиболее 60-70-х, точнее, в году. И восток растянулся отсюда. У нас не меньше километра. Из запада на восток, наверное, около 3 километров. То есть, где-то порядка 6 квадратных километров он занимает только этот район. Здесь все есть. Инфраструктура, я говорю, повторяюсь, довольно хорошо развита поликлиники, магазины. Все, что нужно для жизни. Ну и чистенько и аккуратненько. Вы все сверху видите, как красиво. Дорога широкая. Все здесь размалевано. Разметка тоже замечательная. И сверху восток очень-очень достойно смотрится. Особенно это здание, гляньте, как оно оригинально. Вот такую архитектуру надо стараться побольше внедрять, строить в городе. А не какие-то однотипные коробки-хрущевки, которые когда-то строились. Она ее украшает. Очень, смотрите, как в Адуре красиво. Вот я пролетаю. Там же и парковочки для автомобилей есть. Даже уже выросли деревья. Ну вот, а здесь уже район более старых домов. Они все однотипные. Сероватые такие, слегка размалеванные. Сразу заметно, что они были построены. И спрятаны детсады вот внутри, между домами. Также и школа есть там чуть правее, на Гродненской. Изнутри эти районы тоже выглядят достойно. Никаких завалов, никакого бардака, ничего. Вот сверху все-все видно. Вот чем хорош в Адрике, что можно полетать и заглянуть, например, во все эти дворы. Вот не только фасады, но и внутренние стороны. Здесь также. Неплохо. Несколько этих свечек, они довольно высоки. Где-то высоты около 40 метров. Я сейчас прилетаю тут же где-то в 145, 43-45 метров. С такой высоты город виден в самый раз, самый хорошо. Выше бесполезно летать дальше. Почти ничего не видно. А если брать, например, в два раза выше, около 100 метров, то это никакого вида не будет. Чем пониже, конечно, красивее. Но очень низко, опасно, потому что зацепиться можно за провода или еще что-нибудь. Это по оптимальной высотам 40-50 метров для полета над городом. Это съемок. Вот как хорошо смотрится. Я с той стороны в прошлом ролике показывал храм. А сейчас в лучах заходящего солнца. Смотрите, как оно. Дорожки, асфальты, дома. Все отливает. Прямо отражается. Играет свет. Или город играет светом. Можно и так сказать. Здесь большой торговый центр. Тут же административное здание. Но все приведено в достаточно хороший порядок. Поэтому город с высоты очень здорово смотрится. Вот здесь поворачиваюсь. Смотрите, какой здоровый-здоровый кусок леса. Это легкие. Там даже березовая большая роща в Чесалганце. Она более светлыми колерами, отсвечивая. А чуть правее она видна. Более сосновые леса. Так что легкие здесь довольно хорошие. В этой части города. Я еще покружусь взад-перед, чтобы более подробно всем показать, как красиво Брест. Как он хорошо смотрится сверху. Не только сверху. Мне нравится и в близости. Видишь по дорогам, когда ходишь по улицам. Я думаю, согласны со мной. Все Брестщане. Почти все. Во всяком случае. И гости города тоже. Наши города белорусские. В довольно хорошем таком порядке. Дагляджаны. Довольно добрые Дагляджаны. Жаль только, еще раз говорю, что мы бедны. Уже не раз говорил. Хороши, конечно, коробки эти. Но это строительство. От бедности. Скорее всего, от бедности. У нас в Беларуси огромные территории. Просто огромные. Они пустые и не заселены. Если люди жили бы в одноэтажных домах, своими двориками, сквериками. Все это было опутано, например, виноградниками, кустарниками обсажено. Или садками, садами, лужайками, цветами. Это бы смотрелось бы намного лучше и красивее. Вот как я снимал на Ливанецкого. Вот такой город мне по душе. Но все упирается в том, что попросту нет денег, чтобы люди строили свои частные дома. Может, когда-нибудь разбогатеем. Будь настолько богатые, да, столько будет денег, что-либо. Позволят, как, например, в Германии, в Европе строить хорошие, достойные дома. Это было бы здорово. Я надеюсь очень сильно, что так оно и будет со временем. А здесь вот эти многоэтажки тоже интересные, оригинальные. Вот такой синий, посыщенный синий цвет с крышами. Они далеко видны, как визитные карточки. Востока. И там дальше, сразу за больницей, она далеко видна. Сразу муховец, вон он как в тишине, отсвечивает небо в нем. Вот этот район наиболее оригинален своими новостройками. Это мое мнение. Не знаю, я надеюсь, кто-то знает лучше места и красивее, где отстроены города. Можете рассказать в комментариях. Не забитые улицы. Свободно у нас движение. Город небольшой. И нет никаких пропов, практически редко бывает. Сейчас еще отстраивается вот этой дороги. Прямо назад смотрится туда. Ковринский мост скоро запустят в строй. А там еще обводной. Обводная путь большой. Тоже будет развязка. Западный обводной. Вот. И уже такие транспортные в основном проблемы в городе. Развязками этими будут решены. Это хорошо. Да, это все требует немалых, конечно, средств. Еще раз говорю, в нашей-то стране. Это не так-то просто находить. Эти деньги. Эти деньги. Деньги с неба не падают. Их нужно где-то находить. А так как у нас особо-то работы нет везде. Я бы сказал. Какая-то пассивная безработица. Но какая-то безработица, раз достойных горплат нет. Очень тяжело и сложно найти хорошую достойную работу, чтобы можно было достойно так же жить. К сожалению, пока так. Опять же, большие надежды, что что-либо переменится в стране. Будет больше работы. Будет работать предприятие, которое будет приносить прибыль. А то, что останется ухоженный и чистый город, это огромные плюсы. Все должно быть в гармонии. И работа, и жизнь достойная, и деньги. И больше будет улыбающихся людей на улицах Бреста. Чуть пониже, с разворотом с видами. На район восток. И сейчас солнышко хорошо играет в дома. Красиво подсвечивает мне. Прям над самой-самым низом. На высоте всего лишь нескольких метров. Над дорогой. Вот так смотрится приземлённо в гору. И отсюда. Взмою. Вверх. Наслаждайтесь красотой. Бреста. Неповторимых видов. Эти кадры ценные очень. Из-за особого вот такого вида, в смысле погоды, солнечного света, игры, цветов, осени. Всё вместе. Ну а я улетаю в другой район Бреста. Буду вам показать снова красивые виды. Подписывайтесь. Мне очень будет здорово. Это моя сила, моя энергетика. В ваших комментариях, в ваших подписках. Я буду с удовольствием показывать Брест, окрестности и вообще Беларуси и соседей также. Всего доброго.